Слава, расскажи, пожалуйста, как ты попал в оперу-студию в Гамбург? И какая разница? Вот ты прошел через оперу-студию в Большом театре, сейчас ты вот как... Нет, в Большом театре нет. В Большом театре ты имеешь в виду... Не имею в виду в Большом... А, в Большом театре... В театре, в Кане... Да, я понимаю, просто Большой театре, да, да. По значимости и по масштабам Большой театра имею в виду. И какая разница между вот оперу-студию, когда ты там находился, и сейчас как солист? Скажи, что общего и что разного? Ну, во-первых, начнем с того, что я попал в оперную студию... Прослушивание. Было прослушивание в Москве. Это была, значит, серия мастер-классов. Проходила в Маймонида такая есть, такое. В Москве учебное заведение. Вот. И там я попал, значит... Попал на прослушивание. На обычное прослушивание. Пожалуйста, прослушался агенту. А так получилось, мой близкий друг мне сказал, давай, вот, мастер-классы, давай, вот, мы по всем походим и ко всем прослушаем. Причем, почему ты только как агенту. Вот есть дирижер. И он был прав. Я пришел, значит, был такой Ричард Барретт. Он занимался, значит, с какой-то девочкой, я не помню. И он дирижер, по-моему, Чикагской, тогда был Чикагского оркестра, Ричард Барретт. Я пришел к нему. И, значит, спросил, можно ли мне прослушаться. Он мне сказал, посиди, да, сейчас. Я спел ему, когда он позанимался уже, я спел ему что-то, фиеску, по-моему, еще что-то. Ну, классический вот этот басовый набор. Он меня тут же обнял и повел, повел, там был еще один пианист, Александр Винтерзон, это наш музыкальный оппотитель, впоследствии Гамбургского оперы. Он привел меня к нему, я ему спел тоже. Он мне сказал, приезжай в Гамбург. Короче, прослушал, и через Новый Гамбург, да. Получилось вот какое-то стечение обстоятельств. Я благодарен Ивану, потому что это Иван Брутиков, мой близкий друг. Он меня просто, так сказать, притащил туда. Я был, во-первых, ну, сколько мне было тогда лет? 23, наверное, еще. Да, 23 года. Я закончил в консерваторию рано, тоже поступил рано в консерваторию. И, по сути, учился вот уже непосредственно в процессе. И вот этот случай, я пришел к этому бару, прослушался, он отправил меня к Винтерзону. Винтерзон пригласил меня, значит, на прослушивание в Гамбург. И я спел там для, значит, интенданта. Потом приходит ответ. Не могли бы вы приехать еще? Потому что Симона Янг, тогдашняя главный дирижер ГМД, она занимала пост ГМД. И, по-моему, даже интенданта тоже она была таким, да. Я пишу, а я работал тогда в театре «Зазеркалье». Я пишу, нет у меня спектакля, я не могу, я не знаю. То есть, у меня был вот этот вот какой-то, ну, еще приглашают. У меня, как будто я там получаю миллиарды, потому что летать в эти... Не, ну, летать... Пишут через два дня. Мы вас берем, не надо приезжать. Мы вас берем. Великая наглость. Без Симона Янг. И потом уже я с ней познакомился, конечно, она женщина такая. Но, видимо, им сильно нужен был такой молодой, красивый и талантливый бас. С басами, как правило, в Европе тяжело. Да, тяжело. И я не знаю, с чем это связано. Во всяком случае, я думаю, что, скорее всего, из-за, во-первых, я еще раз говорю, поднялся тон. Почему, вот, ты иногда слышишь, вроде поет низкую какую-то арию басовую, а звучит как баритон. Ну, потому что поднялся тон. Ну, это физически. Скрипка там подтянулась и играет, да, а связка-то имеет какой-то лимит. Все равно, ты, ну, ты споешь там ноту. Ты имеешь в виду, поднялся тон, это с годами поднимает? Ну, конечно. То есть, что раньше было, ля была вот здесь, ля это была соль. А сейчас это уже, да, ну, это так я говорю. Короче, попадаешь ты туда, расскажи, как строилось ваше там обучение, какие вообще давали вам там партии, как с вами там занимались? Мне очень повезло, что я попал в Гамбург, потому что изначально, я не сказал, у меня было письмо рекомендательного характера в молодежку Мюнхена, где я пролетел. Я заболел, приехал, мой первый город был Мюнхен, вот у нас недалеко он находится. Я приехал на этот, значит, как раз с конкурса получил я это письмо, познакомился, такая Эва Блахова, она мне написала письмо в Мюнхенскую, я приехал, был там в числе финалистов, с 7, мы прошли все. То есть, это фактически Блах называется, да, как бы тебя туда направляют, да. То есть, это не просто так вот с улицы. Конечно, связи, но достойно. Нет, это все достойно, это все на общих правах, то есть, да. А в Гамбург я, получается, вот так случайно и без какого-то блата и прочего. Но тогда я заболел. То есть, все сложилось так, как ты задала вопрос, как проходили занятия. В сравнении вот с молодежкой Мюнхена, они поют там третьей партии, там четвертые, одно слово. В Гамбургской опере мы пели там и средние партии, а некоторые пели и главные партии, у которых были хорошие агенты. У меня их не было тоже, опять же. Ага, то есть, получается, все равно попадаешь в какую-то молодежку. Да. И необходимо, чтобы кто-то за тебя толкал слово. Должен быть агент. Вообще, вообще... Ну, народ же в основном хочет попасть в молодежки для того, чтобы этот агент появился, а не для того. Ну, вот в такие крупные, есть же куча молодежных программ. Это считается топовые молодежные программы. Мюнхен, Гамбург, это там, я не знаю, что еще. То есть, туда надо попадать уже, то есть, в основном народ туда попадает уже, имея агента. Попадает, либо с конкурса кто-то, ну, агент увидел на конкурсе, либо там, я не знаю, да. Ну, я попал без агента туда. Я потом нашел агента в Гамбурге, я имею в виду. Мне просто повезло. Мне просто повезло. Ну, ты хочешь сказать, что все ребята, которые учились с тобой там в Гамбурге, в этой молодежке, у них у всех уже были агенты, когда они там находились? В основном? У всех, почти у всех. По-моему, у всех, да. И, то есть, и агент должен был интенданту толкать, как бы, каждого человека, чтобы давали им какие-то партии, или каким образом он пришел? Нет, нет, уже непосредственно сам процесс. То есть, сам процесс. Если ты в хорошем агентстве, в очень хорошем агентстве находишься, ты уже, так сказать, ну, имеешь какие-то преференции, да? То есть, на тебя смотрят иначе. А если хорошо, если ты вот попал в молодежку без агента, у тебя офигительно крутой голос, и твой коллега, который тоже с тобой в молодежке находится, ну, например, два баритона, да? Ну, он хреновее поет, чем ты, намного. Да. Но у него есть агент, то что, ему будут давать преимущества? Да, да, безусловно, безусловно. К сожалению, вот такой вот, нет, а я скажу, почему. Сейчас время агентов, сейчас время режиссерское. Мы, вокалисты, на десятых ролях, понимаешь? Как бы ты ни пел, ты, как сказать, должен быть... Тоже не надо знать. Нет. Нужно стремиться, нужно, как сказать, нужно стремиться, обрастать связями какими-то, контакты. Ну, Слава, понимаешь, как бы, ну, контакты контактами, но все равно эти агенты начнут с тобой работать. То есть, вот опять, мы ищем логику, думаем, что вот буду классно петь, круто там на сцене себя показывать, вот меня точно возьмет в работу какой-то агент. А потом смотришь, как агенты иногда работают с такими певцами, что ты сидишь, думаешь, как и за что этот человек попал в это агентство, каким образом он туда попал. Ну, как и не. Ну, имею в виду, что не ищите логики, опять я говорю, не ищите логики, что будете классно петь, и вас возьмет какой-то агент. Нет, у этого, ну, на данный момент, уже сейчас, существуют немного другие пока понятия, даже не правила, а понятия, которые, вот, наверное, всю жизнь певец и не узнает. Хорошо, мы опять отходим вечно к этой теме. Чем вы занимались там в этой эмоции? Мы занимались, у нас было 60, около 60 спектаклей. В год? В год. Допустим, в Гамбургских штатцов около, по-моему, я сейчас, может, ошибусь, меня будут поправлять там, по-моему, около 30, что ли, 7 опер, 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 только опер. За один год? Может быть, я ошибаюсь, но я в сезон пел, в сезон пел где-то 6 опер, в сезон. В сезон, это партия, тихо. Ну, разных там, пел, допустим, я, ну, в Кармен, Цунигу, да, там, Фанчуля дель Вест, там, ну, много. Есть, были совсем моржовые партии, как вот Фиделио, там, какой-то стражник, вообще, там, одно слово. Но, между тем нам давали, вот, я говорю, и для студий непосредственно делались, ну, это, в Минхиньком тоже происходит, такие проекты, оперные проекты. Это делаются везде, да, оперный проект именно для студии самой. Хорошо. Были мастер-классы у нас, у нас приезжали очень много, Рэри Гритц, вот твой фах, да, это великая певица с Караяном пела Царвинетту, кстати, на Завицком фестивале. Я помню, потрясающее впечатление, мы с ней работали. Арагаль приезжал к нам, приезжал к нам в Осковку. И их приглашали. Их приглашали, да, в рамках, в рамках этой студии приглашали звезд мирового опера Сергея Петровича Леферкус, там, Роберт Гэмбелл, много, много певицов. Они с нами, короче, проводили этот фастер-класс, да? И по Лиду, и по операм, то есть, это был целенаправленный такой, вот такая программа была. То есть, это здорово, да? Это очень здорово, я считаю, это потрясающе. Плюс, ты поешь с великими дирижерами, то есть, я, допустим, пел с такой Бердран Дебюи, потрясающе, то есть, он считается топовый дирижер, и мы пели Тангейзера с ним. Какое было отношение? Он к каждому солисту очень трепет. Неважно, ты маленькая партия или большая, ты всегда. Да, вы не больны, все хорошо, голос звучит, с нами репетировали. То есть, вот, именно отношения, как бы, то есть, нет, есть. А есть, конечно, такие, давай, вот сейчас вот под руку, и разные, есть разные. Надо быть готовым ко всему. Скажи, получается, тебе давали, у тебя агента, ты говоришь, не было, но тебе давали средние партии, наверное, в основном, потому что, ты был внесенный, наверное, бас, да, в молодежке? Потом, нет, потом был еще у нас, еще один бас, нет, два баса, два баса, там, как бы, там, по-моему, как бы, смена происходит. Каждый год кто-то выпускается, соответственно, да, кто-то приходит. А вот в том, что ты, вот, когда был без агента, который не мог выбивать тебе, да, какие-то там партии, за что тебе и давал средние партии? Ну, это в рамках программы, в рамках, у меня в контракте стояли, они уже стояли, то есть, изначально, когда ты поступаешь в штат СОП, там, с тобой заключают контракт, и ты видишь, какие ты партии будешь петь, то есть... За весь год или за два года, которые вы там? За два года, по-моему, за два года, да, за два года, нет, штат СОП по-моему, планируют за два года, за два, да. Ага, то есть там уже у вас было все это прописано? Все было прописано, да, да, у каждого, как бы, у каждого... То есть получается такая ситуация, если ты, например, сопра, ты без агента, заходишь в эту оперную студию, и если агент заранее за тебя не будет стучать, то тебе дадут какие-то самые ложевые партии на два года вперед, и ничего поменяться не может потом? Да, они заткнут, как бы, тобой дыры, так называемые, то есть, так называемый моржовый репертуар. Хорошо, я еще понимаю то, что если агент тебя продвигает в оперу-студию, то он, наверное, тоже берет 10%... Очень хорошие агенты не берут, не берут, с оперной студией не берут, нет. Они уже планируют, уже, если у тебя хороший агент, они планируют, там, на 5 лет вперед, там, на уже проект. Они твою карьеру, как бы, выстраивают, чтобы ты остался, во-первых, с голосом, во-вторых, чтобы ты... Ты прям расписываешь какой-то такой прям топ вообще, какого-то агента, но это, таких агентов просто на пальцах, есть такие, есть такие, но это на пальцах посчитать, будем честно говорить. Хорошо, хорошо, мы поняли. Значит, и была у вас там стипендия, которая позволяла... Она позволяла жить, жить спокойно, жить... Оплачивать, то есть... Оплачивать, у меня была в ЗАГЕ, так называемая, то есть я снимал комнату в доме. С кем-то в сентябре. Да, снимал комнату в доме, у меня потрясающая была хозяйка с Польши, и... Ну, об этом не надо, наверное, говорить, да, это тогда не важно. Вопрос как бы в том, что эта стипендия нам хватала, тебя хватало, а я как бы на то, чтобы нормально существовать в городе? Да, ну, конечно, ну, там я платил 300 евро, допустим, за ВГ, за это. У меня была зарплата, ну, где-то 1700, наверное, 1700. Нетто? Нетто, да, нет. Офигеть! 1700, но... А вопрос такой, вам за выходы... За выходы, допустим, у нас... 30 спектаклей положено, вот эти 30, которые я еще назвал, за каждый еще 150 евро доплачивают. То есть, за каждый твой выход на сцену, вот, просто у меня тебе доплачут. Да, да, и за концерты отдельные. А не уйтили мне в оперу-студио опять, уже думаю я, вот так слушая. Хорошо, и получается разница сейчас между оперу-студио и вот то, что ты солист, это в том, что меньше платят и больше роли дают. Ну, ты поешь большие роли, да, да, конечно. В чем тогда разница, если же у него... Ну, разница в том, что ты поешь в главный репертуар, ты заходишь, как бы... Заходишь в наш барак, в гараж, да, и поешь, поешь главные партии. И это прекрасно, потому что, ну, все равно существуют какие-то возможности где-то прослушаться, где-то... Хотя при нашей занятости это очень сложно. При нашей занятости прослушаться, это да, это... Но все равно есть, все равно есть выход из любой ситуации. А скажи, там вот в оперу-студию, вот в Гамбурге, вас отпускали на прослушивание? То есть надо было, как и тут у нас, писать вот этот вот отпускной билет, что я там уезжаю на прослушивание? Да, 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 да. Абсолютно такая же система, вот. Ну, чтобы вы понимали, тут нам для того, чтобы куда-то выехать из города, до 40 километров до поезда, от Аутбурга, да, надо писать официальное разрешение, которое рассматривается в течение нескольких дней. Вот, даже в твой выходной день ты должен поставить уведомить театр, что ты куда-то уезжаешь, написать, куда ты уезжаешь, причину, и там целый... И, конечно, если это будет репетиционный процесс или спектакль, тебя никто никуда не отпустит, об этом же речи не идет. Ну, так как бы происходит. Но зато мы фест, понимаешь? Мы крепко стоим на ногах, и нас никто не может выгнать. Ну, пока контракт действует, да, то... Ты получаешь зарплату, мы были месяц, когда мы не работали, но мы получали зарплату, и получали полную зарплату, потому что мы имеем статус штатс-театра. Не все, кстати, театры имеют такой статус. Да, и не все в Германии сейчас в время карантина получали полную зарплату, это правда, это слава богу просто. Ну и получается, что разница как бы вот в опера-студии такая, что... То есть плюсы какие, да, я вижу. Почему опера-студия так круто? Потому что с вами там вечно занимаются все вот эти крутые, кто приезжает туда, эти мастер-классы... Ты в атмосфере, ты в этой атмосфере. В атмосфере большого, крутого театра делаешь кучу всяких знакомств, вот. Потом, то, что Слава сейчас описал, что у него была такая стипендия, плюс им еще за каждый выход платили, это вообще плюсище огромное, потому что тут такого нет. Вот у нас тут стоит фиксированная зарплата, и тебе выпадает или 20 спектаклей в месяц, или один. Вот, и все, и зарплата от этого не меняется. А у меня был в месяц 20, по-моему, 3 спектакля летом. Да, на фрайлих. На фрайлих. Это летом у нас сейчас проходим. Мюзиклы, да, и тупо каждый день идут. И если ты один на роль, то вот и выходит такой вот. Хорошо, и получается, то есть это плюс, но минус. Заканчиваются твои 2 года обучения в оперо-студию, и если ты себе не наработал агента такого топового, который описал Слава, которых на руках посчитать просто можно, потому что в основном агенты, ну, Слава, ну редко какой агент прям выстраивает вот так вот тебе всю карьеру. Редко, это очень редко. В основном у тебя, ты числишься в каком-то агентстве, и этот агент тебя посылает на разные прослушивания, и там уже прошло, но прослушивание не прошло. Вот это правда, вот это как бы в основном это так и происходит. Потом тебя, если где-то как-то узнают, уже второй раз приглашают, то есть таким образом работают. Ну и получается, что ты вылетаешь через 2 года, если ты не наработал топового агента, то ты вылетаешь в никуда, получается так, да? Да, получается, ты получаешься домой, либо ты возвращаешься домой, либо тебе дадут еще год получить Арбайт-Бузенгельт. Это пособие по безработице, если ты работаешь 2 года в Германии, ты получаешь, ты имеешь полное законное право остаться в Германии и получить свои деньги. Вот эти налоги большие, которые ты платишь, они себе фактически восполняют и фактически тебе, защищают тебя как бы от фактора, если ты не находишь работу на 3-й год. У меня такое было, я получил, со мной не продлили контракт и это нормально, то есть в Гамбурге, да, там как бы, ну, я, может быть, пел плохо, я не знаю, дело не в этом. Не продлили контракт. То есть некоторых там оставляют в штате? Бывает, некоторых оставляют, некоторых оставляют, да, да. По-моему, вот Саша Цымбалюк остался тогда, он пел около, ну, долгое время в Гамбургский штат-сопер, ну, после оперной студии. Остался именно в штате? Остался в штате, да, да, остался в штате. А штатники из Большого театра, там же несколько человек на голос, как они им вообще, как им распределяют роль? Обычно... Они вообще что-то поют, потому что приглашенных-то... Я объясню, вот есть топовые театры, да, категории А, Мюнхен, там, Гамбург, Берлин. Как правило, главные партии поют звезды. Иной раз бывает, ты во втором составе поешь тоже главную партию. Если ты в штате театра. Но в основном ты, как бы, функцию... Закончился эфир, ты говори, я... Ты выполняешь такую функцию, как сказать, ну, фактически, вот, как в оперной студии. Ты тоже поешь маржей, ты тоже поешь... То есть, только зарплата больше, я думаю, в штатцоках, чем в оперной студии. Вот. Мы тебя там опубликовали. Понятно. То есть, почему хорошо начинать, наверное, вот с маленьких таких театров, где мы сейчас находимся? Хотя у нас, в принципе, считается А+. Да? Нет? У нас А будет. У нас... Потому что у нас не позволяют помещение. У нас должен быть хор... 120, по-моему, человек хора. 120... Но их не поместить. Когда откроют наш большой зал, наш большой театр... Почему? Потому что мы сейчас находимся вне театра. У нас будет статус, как бы, А-категории. Ромка. Вот. Будет А-категория. А в Мюнхен и Гамбургме это плюс, да? Или как? Это топовые, ну, это как бы топовые, просто вот топы, топы. Это вот звездные театры. Там четверка, там землякопа. Ну, короче, факт в том, почему хорошо попадать, например, вот в такие маленькие, как бы, относительно театры. Хотя у нас не самый, да, опять же, маленький театр. Мы все-таки государственный, государственный театр. Ну, да, мы как в Нюрнберге, мы как... Ну, да, что есть в области, вот, Баварии 4, да, это государственные театры. Нюрнбергский театр, наш, штат Сеопа Бариша и... В Мюнхен и еще. Ну, вот, Штутгарт. Нет, Штутгарт его и не... Ну, не важно, факт в том, что ты, получается, у нас 10 человек, да, вот в нашем ансамбле. И все на один голос, как бы, нету, у тебя нету партнера, который бы делил с тобой партию. Очень редко такое бывает. Вот у меня с Чичилией было, вот, которая была пару недель назад, такое было в Дом Паскуалина. В основном ты один человек на голос, на партию. И хочешь не хочешь, ты постоянно, как бы, ты постоянно это поешь, и ты не в каком-то там втором составе, а ты вот премьера, и все на тебе. Всегда премьера, да, всегда премьера. И хорошо, что, как бы, критику там пишут, как бы, на тебя, да, всегда приходят и видят тебя. Ты постоянно по глупой находишься. Да, в этом плане, как бы, да, это хорошо по сравнению с большими, вот, театрами. Ну, там тоже и критика, и все. Ну, там, но там, я понимаю, что, находясь в фесте, в большом, фесте, в ансамбле, в большом театре, в больших таких вот топовых театрах, во-первых, там зарплата больше, вот, по умолчанию, зарплата больше, и больше, из-за того, что у тебя есть партнер, который может тебя заменить, у тебя есть больше свободы передвижения, для прослушивания, как приглашенного гостя, вот это то, что они... Не, конечно, у тебя не 60 спектаклей, если ты в ансамбле, ты поешь, там, ну, и две продукции, может, три, от силы, и две, наверное, две. Вот, начали за здравие, закончили, я думаю, тоже за здравие, потому что, я думаю, многим было интересно знать хоть немного, как это функционирует, потому что, опять же, мы строим разные иллюзии по поводу того, вот, попаду сейчас в какую-то опера-студию, или попаду сейчас в какой-то театр работать, и все, и трамплином, там, вообще, сразу, там, метрополитен, вот так, я вас умоляю, ребят. Нет, тебе дают шанс вот эти два года, ты показываешь себя, или не показываешь себя, то есть, это все очень сугубо индивидуально. Вот, все сугубо индивидуально. Попадаешь куда-нибудь, пользуйся всеми возможностями, и, но не думаешь, если ты уже куда-то попал, то дальше все будет идти, понимаешь, само собой, все дело, вот, случай, все. Дело с помощью. Это певцом, гениальным актером, а возьмут какого-нибудь человека, который очень уступает тебе во многих вещах, А еще возьмут и скажут, что ты в этом виноват. Это тоже отдельная история. Поэтому ты правильно начал наш эфир. В плане в том, что вокал это психофизический процесс. И наша профессия это чисто психофизическая. Ну давай, прочитай. Да, я хотел прочесть. У тебя поскольку кухня, вот. А это сихотворение написал такой солист был. Юрий Шкляр. Чтоб красиво петь до гроба, купол сделайте из нёба. Станьте полом, как труба, и начните петь со лба. Ощущайте точки две. В животе и голове. Провалите на живот и пошлите звук вперед. Чтобы петь и не давиться, не забудьте удивиться. Вдох короткий, как и спук. И струной тяните звук. Если вы наверх идете, нужно глубже опирать. Всех тогда переорете, хоть и нечем заорать. Если вниз идете вы, не теряйте головы, не рычите, словно зверь. Открывайте мягко дверь. Что такое верх прикрыть? Очень трудно объяснить. Чтоб прикрытие найти, надо к Е прибавить И. А где О, А. О где У. Но не в глотке, а во лбу. А с лба до живота лишь провал и пустота. Пойте мягко, не кричите. Молча партии учите. И не слушать никого, кроме Бога одного. Я думаю, можно было не делать вообще. Вместе за зафиром просто прочитать стихи, но все закончить. Просите трактаты, стирайте все эти. Слушай, обалденный стих вообще. Стих, да. Это Юрий Шкляр написал книгу «Острый угол моей жизни». И в этой книге он опубликовал. Всеми семью Шкляра и Читана. Слава, спасибо тебе огромное за то, что ты пришел, за эту невероятную беседу. Спасибо, что пригласила. Было очень интересно, во-первых, обалденно тебя опять услышать, потому что мы давно не пели уже вместе, но не считая концерта. Не считай концерта, да. Мы еще споем. Спасибо тебе огромное, что ты еще раз убедил и меня, и всех остальных, что не теряем горизонтали при нужном открытии. Не теряем круглости, как бы, круг вот этого зерна. И движение, горизонтальное движение при раскрытии, да, вот этом, в любом голосе абсолютно. Спасибо, что рассказал про вот эти функционирования и такие некоторые тонкости этих Opera Studio. Ну, и мы смогли сравнить с положением, в котором находимся, по крайней мере, сейчас мы здесь, в театре. Я думаю, вам было тоже интересно. Спасибо, что были с нами. Спасибо. И до скорой встречи. Все, увидимся. Увидимся обязательно на следующей неделе. Пока-пока.